В каком месте Писание сказано, что перед вторым пришествием Христа все народы должны отправиться в свою страну? И зачем это вообще? Не знаете? Как сказать? Вот меня спрашивают евреи, конституционные живут, а где родились? Родина ваша где? Вот Исайя 13 глава 14 стих. Тогда каждый, как преследуемая серна и как покинутые овцы, обратится к народу своему, и каждый побежит в свою землю. Это евреев касается. Иеремия 16, 16. Вот я пошлю множество рыболов, говорит Господь, и будут ловить их. А потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы, и со всякого холма, и из ущелья скал. А для чего это нужно? Сегодня, как мы можем наблюдать, это невидимые темпы, развивается национализм и шовинизм. Вот может быть, когда вот такое гонение на евреев, то есть сначала рыбака привлекает, там урожает три раза, собирает, там то другое, там лечение такое. А потом будут охотники, прямо будет юдафобия, гнать евреев будут. Вот таким способом Бог каждой нации возвращает к истокам, как говорится в родословное Христа по Евангелию от Луки, которые он дает в обратном порядке к истоку Сифов, Адамов, Божий. Сверху как бы до низу. Так и будет. В книге пророка Малахии все время говорится от имени Господа Саваофа. Как понимать это имя? Ну не только у него. Это если кто Библию считает, знает Сафония, много раз говорит. Это Бог сил, от слова Саваот, то есть войска. Этим словом иногда называется, это небесные воинства, планеты и ангелы. От авторозакония 4.19, 17.3, Даниила 8.10, третья книга Царств 22.19, вторая параллель по Минону 18.18. Господь небесного мира и мира духов, сейчас он называется Иегова, Адамай, Свобод, то есть Господь воинств. Первое Царство 1.3, 17.45, Псалом 58.6, Исайя 18.7, Иеремия 15.16, Осия 12.5, Иакова 5.4. Я доверяюсь тем, кто дает этот ответ, знает язык этот, я его не знаю, но хорошие словари, Ньюстрима, словарь много, Архимандрита Никифорова, все книги у меня были, сейчас где-то есть он. Так что я и проверять не буду, доверяюсь, что именно так. Начальник воинств, начальник воевода, все. В Новом Завете говорится о Царстве Божьем и о Царстве Небесном. Это одно и то же или это разные понятия? Это тоже, я там просто слышал, одно и то же. А когда есть попытки разделить неделимое, то происходит отнеобразованность или плохого знания Библии. Потому что начинают умничать, это высокоумие называется. У нас по Теряевке один был такой, и так какой-то надел, я не знаю, что-то, и погонщики. Я говорю, у нас сказано, что погонов не было, потому что мы не военные. А которые у нас военные есть, три человека, юрист и два врача, у них звание там майор, им можно. Потому что это соответствует действительности, но в храм в их форме нежелательно приходить. Мы против ничего не имеем. А то на гражданской одежде. Да ну, а вы тоже носите на меня один там высокоумный такой. Я говорю, как ношу, погоны? Нет, а в войну-то у солдат-то что было? Домой-то в чем пойдет после войны? Только в шинели. И эти шинели они носили и носили, носили они крепкие. Без погонов, конечно. Ну, вот так. Это вот написано, что беда народу, как Библию не знают. А Иисус на это просто ответил. 22-29 Матфея, надо наизусть заучить. Он говорит, заблуждайтесь, не зная Писаний и силы Божьей. Все отсюда идет. Златоуст прямо говорит, что беда народу от незнания Библии. Не считая Божьих законов, ты их не знаешь. А не зная, ты нарушаешь. А нарушая, ты погибаешь. И все это от того, что ты не считаешь священное Писание. Иоанн Златоуст. В Матфея 5.3 написано, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Запомним. Нищие духом Царство Небесное. А в Луки 6.20 он, возведя отчество и на учениковство, и говорил, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Божие, а там Царство Небесное. И таких мест не два и не три в Библии. Где одно и то же, и награды за одно и то же обещаются, то Царство Божие, то Царство Небесное. Что же, Небесное, оно разве не Божье? А Божье разве не Небесное? Так что противоречий никакого нет. Но это одно и то же. В Деяниях, 12 глава, с 18 по 19 стих. Мы читаем. По наступлению дня между воинами сделалась большая тревога о том, что сделал с Петром. Ироджа, поискав его, не найдя, судил стражей и велел казнить их. Потом он отправился из Иудеи к Кесарию. И там оставался. Ну, здесь речь о том, что ангелы освободили Петра, апостола Петра. И Ирод за это их наказал. За что Ирод приказал казнить стражей? Они же были невиновны. Ну, понятно. Но у Бога-то он знал этих воинов, сколько вины были. Поэтому за... Его как это... Казнил. За что казнил? Ну, самодур был. Вот. А как отвечать? События часто, которые нас окружают-то, или то, что иногда считаем, а никогда не во всей полноте мы не сможем понять. Тем более, божественнее. Нужно знать причину, которая привела к этому. Путь, жизнь тех людей, кто участвует в этом событии. И знать, что последует за этим. Нам неизвестна жизнь этих воинов. Их отношение ко Христу, к проповеди апостолов. И они стояли, не жить, сохраняя Петру-то, но готовя его к казни. Так ли уж они были безвинны. И Бог полагает предел, ибо только Он знает прошлое человека, будущее до конца. Вот иногда бывает, ни в чем не повинные люди погибли. Так, как сказать? Когда, говорит, во время дома взрыва, погибли ни в чем не повинные люди, в самолете вот было сгорели. То, писавший эти строки, он не знал ни одного из погибших-то. И написал не слова есть, и наизрек привычное журналистское изречение. Если бы Он написал, что погибли люди ни в чем не повинные перед террористами, тогда было бы, выглядело бы по-другому-то. А неповинных ни в чем людей, если так разобраться, их вообще нет на земле. Иаков 2.10 говорит, кто соблюдает весь закон, соблюдает, и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. А это были языческие стражники, и в эту ночь они не были виновны перед Иродом, но были виновны перед Богом. Ярос Ирода показала, как нужен был ему Петр для показательного процесса. И вот в этой репрессивной машине Ирода Сталина и Гитлера свою роль исполняли витики, ГПУшники, милиционеры, КГБшники, эсэсовцы. А царя Нестерина Херима были постные войска, мы считаем в Библии, против Иерусалима. И тогда там погибло сразу в одну ночь 185 тысяч таких же военнослужащих, как те, так и эти воины могли не участвовать в гонениях на верующих-то, или же сами могли стать мучениками святого Бога. Поэтому, когда мы видим, как Бог наказывает кого-то, было репрессии, были 37-го года, гибнут люди в авиакатастрофах, мы можем только молить Бога о пощаде и благодарить, что мы не попали в эту мясорубку. Но жалеть нечестивых, а дотайствовать за них, когда они уже приговорены Богом к смерти, нельзя, если в них нет раскаяния. 48-10 Иеремия. Проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удержит его меч от крови. Вот и все. Да как тогда там погибли дети? Ну, прочитал и все, я сразу прочитал и отошел. Ну, зачем я буду говорить и спорить? Мне зачем? Все. Вопрос к вам, как к духовному отцу. Что делать, если не хочется читать Библию? И в чем может быть причина этого? Ну, причин-то, конечно, много. Так заочно никак не скажешь. Ну, Библию не хочется читать, а Библия – это духовный хлеб. Ну, когда у нас пропадает аппетит или болеем, но это надо все равно есть, чтобы не умереть. Это так понятно. Можно даже врача попросить прописать горькие лекарства из полыни. И тогда может появиться поздно на пищу. А вот ты только желай, проси об этом, а Бог знает, какими путями это выполнить. И чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Нужно прочитать внимательно Псалом 118. Словами уставы, повеления, завет, закон, постановление, говорится о Слове Божьем. И Давид с радостью свидетельствует Богу, что Слово Его спасает в любой обстановке. И вот я приведу несколько мест из них. Псалом 118, стих 117 и 118. Поддержи меня и спасусь, и в уставы твои буду вникать непрестанно. Всех отступающих от уставов твоих ты не излагаешь, ибо ухищрение их ложь. Псалом 17, 23. Ибо все заповеди его передо мною, и от устава его не отступал. У Малахи 3, 7. С одни отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваох. Вы скажете, как нам обратиться? Поэтому скажем, кто не читает Библию, конечно, тот погибает. И у Библии есть такое свойство, что ее не хочется читать, я соглашусь. А вот если начал читать, то не хочется прекращать чтение. Псалом 118, 97, 50 стихи. Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем. Это утешение в бедствии моем, что слово твое оживляет меня. Вот сегодня этого Зелинского, Владимира Александровича иного радца была, и у меня в глазах писание было, и все вы разлетитесь, как мошкара, и никого не будет. Насчитали откуда-то 65 миллионов по всему миру украинцев. Это я попутно просто сказать. Не знаю, я только молиться могу. Вот так надо вызывать в себе жажду. Вот я стоял и думал, какие места писания высветит это. И сколько, гляжу, люди, лицемерие. И там Порошенко сзади сидит, ну, ему тоже должность какую-то дали. И думаешь, ой-ой-ой, все решили, все собрались, поздравляют, дают, надевают на него, как будто это посвящение в масона очень похожее. А был ли обрезан Моисей? Или в то время этот обряд не совершался? Да, вопрос такой, это у него, если он еврей, обрезать намного раньше, начали от Авраама. Моисея был обязательно обрезан восьмой день от рождения. За этим очень строго тогда смотрели евреи. Первая Маковейская, 1,61. А младенцев вешали за шеи их. Да мы их расхищали и совершавших над ними обрезание убивали. Первая Маковейская, 2,46. И не боязненно обрезали необрезанных детей, сколько находили в пределах израильских. У нас народе тоже ничего не знает и живут поязычески. Но покрестить ребенка обязательно постараются. Итак, ныне мусульмане, иудеи, обрезание сверхобязательно. А дальше ни шагу. Притом, по страхам смерти было дано повеление об обрезании. Это считаем, мы будем в Е17-12. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоим и куплено за серебро твое и будет завет мой на теле вашим заветом вечным. Не обрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей в восьмой день. Истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой. Очень строго, очень строго смотрели, а обрезание прообразовало крещение. Ну и тут вопрос распадает, значит, так и нужно делать, крестить ребенка. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok